Большой Аргиш – этнический праздник, собравший на городской площади Норильска несколько тысяч человек. Целый день здесь работали развлекательные, спортивные и гастрономические площадки. На ярмарочном базаре можно было приобрести сувениры и северные деликатесы, а на уличной сцене выступали фольклорные коллективы Таймыра и Дудинки. Ну вообще замечательно, весело. Идите развлекаться, и родителям посмотреть. Впечатление очень хорошее, радостное. И погода еще радует, что сегодня тепло. Особенностью фестиваля этого года стало этностоебище. Традиционные чумы народов Таймыра с тематическими развлекательными программами для гостей расположились прямо на Комсомольской площади в центре Норильска. Внутри шатров посетители знакомили с обрядами народов севера, национальными играми, бытом, культурой и языком. Каждая хозяйка, конечно, должна встречать гостей, чтобы представить жилье свое, чтобы оно было уютным, красивым. Ну, чтобы и очаг всегда горел. Вот это самое основное у коренных народов северян – это очаг. Для тех, кому не хватило места в чуме, на площади работали четыре полевые кухни. За время праздника норильчане и гости города съели две тысячи порций шурпы, четыре тысячи пирожков, почти тонну каши и выпили тысячу литров чая. А на Ленинском проспекте были устроены катания на оленьих упряжках. Животных накануне праздника доставили в Норильск вертолетом из тундры. – Самый главный, наверное, передовой. – С левой стороны, да? – С левой стороны, да. Специально обучается. – А как вы его обучаете? – Ну, вот я его обучил. Вот этим хореем, да и петлим. – Вы его отдельно от всех учите, да? – Да, да, да. – А он потом их уже ведет? – Он их ведет, да. Завершился праздник театрализованной постановкой «Легенда о сильном человеке», созданной по мотивам мифов народов Таймыра. Для этого выступления на сцену вышли участники сразу нескольких фольклорных коллективов. Сергей Сеславин по материалам компании «Северный город». Новости.